Родители всегда интересуются, правда ли, что я беру без конкурса. Без конкурса всех тех, кто зарегистрировался на ПГУ, на наши бесплатные бюджетные фишки, мы берем. Но, если вы не будете себя вести прилично, если вы не будете работать, то, разумеется, будем как-то, и я буду работать на выставке. Это все понятно? Значит, если вас сюда пригласили, вот у нас хорошие, просторные аудитории ПГУ, значит, они должны оставаться такими же просторными, чистыми, светлыми аудиториями. Понятно? Можно не шуршать, не шуршать. Требуется, чтобы вы умели писать. Если стоит вопрос, записать быстро или сидеть, не писать, потому что хочется так сделать красиво, что невозможно написать здесь, то лучше выберите в пользу записи. Многие наши темы вы можете найти, вот журнал «Кван» издал такую брошюрку «Темы для младших школьников». Что такое младший школьник? Да, это, ну, раньше, когда это делали, да, когда делали, а «Кван» был основан в 1970 году, то есть вот уже 45 лет, да, так я понимаю, вот, то, соответственно, там были другие младшие школьники. Здесь в предисловии они пишут, что, конечно, хорошо бы, чтобы эту книжку прочли дети пятых, седьмых классов. Ну, а сейчас, поскольку есть возможность оповещения, ходить на кружки, ездить информацию у вас и по интернету, и от других детей, соответственно, стали организовывать математические праздники, кружки, лектории. Они работают, кроме нашего сейчас работают и другие лектории, хотя вряд ли они, но вот наш лекторий для детей работает со школьниками с 1982 года. И остальные гораздо позже, но, тем не менее, их очень много по Москве, и наверняка родители в курсе. Так вот, в связи с этим сильно омолодилось движение тех, кто приходит и хочет учиться на кружках. Лучше это или хуже, я не знаю. Я не знаю по простой причине. Например, вот у меня ребенок учится в музыке. Очень многие, наверное, из присутствующих ходят в музыкальную школу или будут ходить в музыкальную школу. И вот педагог ему всегда говорит, что ты болеешь, если ты себя плохо чувствуешь, не играй. Вот для музыканта, который играет на пианино или на ударном, или еще что-то, когда человек болеет, лучше не подходить к инструментам. Очень часто родители, когда ребенок болеет и не ходит в школу, очевидно, у него болит голова, текут сопли, или просто гриппозное состояние, считают, что ну как же не посетить в это время кружок. Ведь это же всего лишь кружок. А то, что надо и приехать, и уехать, и это, извините, нагрузки, которые и по передвижению, и здесь не учитываются. Вот это так не надо поступать. Если вы себя чувствуете неважно, лучше остаться дома. Молодой человек, я же вам говорю, вот если вы себя чувствуете неважно, то лучше остаться дома. Наш кружок отличается от всех других кружков, что мы очень любим читать, тематические книги, тексты, журналы. У нас здесь нет пяти задач, после которых вы разбежались. Здесь кружок идет в форме лекции. Никто делать, что называется, посмотрите, как я решаю задачу, не будет. Никаких фишек, никаких пряников не выдают. Спрашивать будут. Значит, мы с вами учимся следующим образом. Мы учимся в МГУ, пока учатся студенты. И мы учимся в ДНТТМ, это на шабалке, когда будет декабрь месяц. Декабрь, январь и начало февраля. Мы переходим в лекторию ДНТТМ. И там мы уже смотрим и ваши тетради, и, соответственно, что вы начитали, можете ли вы ответить по тексту, умеете ли вы рассказывать. Вот мне важно, чтобы вы умели говорить, рассказывать задачу, чтобы вы могли строить математические рассуждения. Все, кто хочет индивидуально поговорить, пожалуйста, приходите на мои кружки в ДНТТМ. Резно скажу, в авторник у меня кружок с 3 часов до 6, и там 25 человек. 3 часа. 3 часа. 25 человек. В четверг у меня с 4 до 7, но зато там человек. 16. Пожалуйста, я со всеми пообщаюсь, я со всеми посмотрю, я указываю, проверю задачу. Здесь мы сейчас не будем пересчитываться, но народу достаточно, вы видите, чтобы нам сделать вывод. Если вы хотите индивидуально поговорить, пожалуйста, приходите на мои кружки в ДНТТМ во вторник, в четверг. Кто помнит, какая была объявлена на сегодня тема? Нет, нет, нет? Нет. Ну, так дело не пойдет. Почему? Значит, у каждого кружка есть своя программа. Ваша программа... А, кольца классично... А, написал, написал. Итак, ваша программа лежит вот на этой страничке. И каждую тему объявляют. Там же есть ссылка на группу, в которой будет ваше, соответственно, расписание, темы и все рекомендованное к ним литературно. Значит, надо научиться, чтобы родители научились пользоваться интернетом. Если они не научатся, если вы не будете смотреть, если вы не будете смотреть обучающие фильмы, если вы не будете читать, если вы не будете писать, то у нас дела не пойдут. А ведь все хотят результат. Да? Вот меня всегда спрашивают, почему вы не делаете конкурсный отбор? Ребята, я поэтому не делаю конкурсный отбор. Что если у вас хватит терпения, да, на двухчасовую лекцию, а это вначале мы с вами договариваемся и все прочее, а дальше пойдут только вычисления и, соответственно, комментарии, то вот это называется естественный отбор. И, соответственно, вы уже определитесь, нужно вам это или не нужно.